У меня много всяких вопросов ко мне, и вот у меня есть возможность сейчас на них ответить. Один из вопросов связан с эволюцией мозга европейцев. Но в основном вопрос возник из-за того, что люди, которые его задают, они плохо читают мои книжки. Ну или совсем не имеют никакого биологического образования, даже школьного, или плохо очень учились. Вопрос звучит примерно так, что вот я пишу о том, что в Европе мозги уменьшились за последнюю эпоху цивилизованного отбора, то есть порядка полутора-двух тысяч лет почти, на 200 грамм. Мол, где как это может быть? Это противоречит моим собственным словам, когда я говорю о том, что мозг каждый раз в каждом поколении, он очень не похож на родителей и радикально меняется. Да, действительно, родители он не похож, но этнические, глобальные, расовые особенности, они есть. Другое дело, что в каждом конкретном случае они перекрываются, так сказать, индивидуальной изменчивостью. Но они тем не менее есть, и поэтому все-таки так или иначе мы с вами похожи на наших родителей. Как же произошло это несчастье в Европе на протяжении тысячи лет? Ну, я говорил многократно, внутриевропейские крестовые походы, во время которых тренировались о том, как потом прогуляться на Ближний Восток, одни сводились к тому, что просто заставлять население платить. И для этих целей уничтожалось от 60 до 80 процентов населения, просто под ноль. Те, кто не платил, тот уничтожался. То есть таким образом вырабатывалась законопослушность наследственная, а с другой стороны вырабатывалась трусость, склонность к предательству, к такому, к подлости, что и культивировалось в Европе на протяжении почти двух тысяч лет. Естественно, что выживали в таком беззаконии очень немного людей, потому что в основном не самые лучшие, потому что выживали те, кто умудрялся предательно стучать на соседа. Вполне понятно, выбор очевиден. Но в следующем поколении как бы мозги чуть меняются. Но поскольку это продолжалось регулярно на протяжении столетий, причем при плотности населения в Европе было это особенно эффективно, в России там отдан царский указ, ну и где-нибудь на Урале о нем вспомнят через 5 лет. А в Европе-то приходил очередной голодный будущий князь или граф и начинал вешать своих любимых подчиненных тут же на деревьях вокруг замка. Через два часа уже доходило до последнего крестьянина, который ему принадлежали. Его требования, желания и прочее, прочее. Поэтому в такой плотности голубятни и интенсивном отборе, причем построенном на уничтожении преимущественно, там наказание было одно, петлю и на дерево. Так что интенсивность была искусственного отбора очень велика. И именно поэтому из поколения в поколение, отбирая самых подлых, самых гнусных, самых вредных, самых, скажем так, хозяйственных, в том смысле, чтобы предать соседа ради себя любимого, естественно, это дало результаты. В этом отношении все, что существует на сегодняшний день в Европе, я имею в виду пропаганда гуманизма, пацифизма, религиозности, все является иллюзией и, так сказать, маскировкой обычных колбасных интересов. Никаких других интересов там нет уже больше полутора тысяч лет, и быть не может. Вы мне скажете, ну а как же так-то? Есть же там всякие пацифисты, люди, заботящиеся об окружающих, некоторые даже зеленые, так называемые. Ну, например, вот сейчас в Германии пришло там большой набор климактерических зелененьких старушек, которые, я думаю, в ближайшее время эту Германию и уничтожат окончательно. Ну, в общем, до уровня распада, о котором мечтают все в Европе. Соединяли Германию радостно, конечно, но со слезапи на глазах. Ну, сейчас, наконец-то, ее разъединят опять на три части, как минимум. Вот. Поэтому гуманисты нет-нет, да, возникают. Да, потому что мозг все равно изменчив, и все равно в каждом следующем поколении все равно появляются вот эти вот мерзкие щепенцы. Из-за гигантского полиморфизма мозга, да, появляются люди, которые склонны к тем или иным общечеловеческим ценностям. Но в Европе их тщательно и быстро уничтожают. А сейчас, тем более, это налажена система, благодаря массовой миграции Северной Африки, где этих самых циклов церебрального сортинга населением пройдено мало, и они привнесли свои прекрасные традиции. Ну, типа насилие прямо на площадях европейских женщин там и прочих всяких замечательных по нравственности, гуманизму, приемов. Можно только порадоваться за перспективы европейского развития, которые теперь приобретают настолько звериную форму, что и мечтать раньше не приходилось. Ну, если это так дальше пойдет, то, конечно, быстрее всего Европа не справится с этим мероприятием. И циклы придется начинать с церебрального сортинга новые, и очень мало напоминающие гуманистические. То есть шансов о том, что мозги в ближайшем обозримом будущем в Европе уменьшатся еще на какой-то объем, это да. Но, с одной стороны, та миграция, которая пришла из Африки, она нам гарантирует, что высокая плодовитость мигрантов и их небольшой мозг, сравнительно с европейцами, гарантирует снижение общей массы мозга. Достаточно обратиться к истории известной Северной Америки, когда простодушные американские анатомы провели большую работу и посмотрели, а что происходит при митисации беленьких и черненьких. Я не говорю, кто хорош, кто плох, а последствия-то по мозгам. И оказалось, что при таких митисациях уход мозга происходит вниз, а не вверх. То есть из зависимости от долей крови, исследование это есть, оно известно, значит, снижение на ту или иную величину, но не увеличение. Поэтому дальнейшее продолжение этой европейской тенденции снижения массы мозга в результате искусственного отбора, то есть самоистребления. Ну зачем нужны умные, когда нужны те, кто будет платить налоги, и там церковные десятину. Ненужные абсолютно умных, одних один вред. А сейчас они еще благодаря расосмешению понизят свою массу мозга. Это факт, это не я придумал, а американские исследования эпохи гражданской войны. Ну и в перспективе, конечно, тот серьезный искусственный отбор, который начнется в ближайшем обозримом будущем, в связи с тем, что появилось много новых носителей, наиболее архаичных гоминидных идей, ну прибывших на территорию Европы с югов. Поэтому перспективы такие достаточно удручающие. И в ответе на вопрос, как это произошло, я объяснил. А вот то, как это произойдет, я рассказал по мере сил и возможностей. На этом, уважаемые слушатели, до свидания.